Здравствуйте, уважаемые телезрители! В рамках цикла программ «Культурная эволюция» мы хотим представить вам очень интересную тему. Мы вновь в замечательном, известном в округе учреждении культуры, это сельский дом культуры Березники, с его директором Татьяной Петровной Горячевой. В зале находимся в большом этого дома культуры. Не просто так, здесь я знаю, что у вас очень и очень и очень интересные, можно сказать, события. Расскажите нам, пожалуйста, что сейчас происходит и чего нам ожидать? Да, вы правы. В этом году мы выиграли в конкурсе, который проводил фонд кино, по комплектации и организации кинозалов в сельских домах культуры. В нашем округе мы и Дом культуры «Звездный» вошли в эту программу. И сейчас вот у нас в нашем Доме культуры идет монтаж этого оборудования. Значит, ну это 5 миллионов нам выделили на эту работу. Значит, здесь, конечно, оборудование высокого качества. Это не какое-то любительское будет, это, да, видеопроектор. Тут вот огромнейший, колоссальный вот проектор, который уже установлен, вот вы его сейчас видите здесь. Сейчас идут монтаж, выводят колонки, которые будут по всему залу. Это будет стереозвук. Это, значит, монтаж экрана. Вот. Мы, значит, экран сделали выдвижной, попросили, значит, чтобы нам сделали выдвижной экран на выдвижной раме с тем, чтобы можно было регулировать, значит, да, либо выдвигать ее на аванс-сцену и показывать фильмы. Но когда мы ее будем убирать вглубь сцены, мы можем ее использовать для проведения мероприятий как задник. Как задник, да. Потому что здесь уже вот будет проще. Не надо ломать голову, как оформить, что оформить. Я думаю, что у нас здесь появится очень много таких вот возможностей разнообразить уже наши вот культурно-массовые мероприятия вот посредством вот этого. Конечно, конечно. Поэтому мы очень рады, что мы в этом проекте победили. Вот. И сейчас, конечно, мы форсируем это, потому что 1 числа, 1 декабря, мы должны сделать открытие вот нашего кинозала. И мы не можем сорвать эту дату и как-то от нее уйти. Поэтому вот сейчас, в принципе, работаем над этим. Я надеюсь, что наши подрядчики, которые выиграли вот этот конкурс по установке этого всего оборудования, справятся с этой работой. Вот. Несмотря на пандемию и какие-то там у них проблемы по поставке оборудования, я думаю, что они с этой работой справятся. И 1 декабря мы уже сможем открыть наш кинозал. И наши жители, любимых березняков, и близлежащие вот эти вот наши садовые товарищества, и другие, я думаю, к нам могут приехать и из других населенных пунктов и посмотреть кино. Я думаю, ну, это уровень, конечно, такой же, как вот в космике. Поэтому я считаю, что вот этот подарок, подарок, это я считаю, что вот этот подарок, вот этот кинозал в нашем поселке Березняки, это, ну, это событие, это очень такое радостное и прекрасное событие. И дело в том, что даже еще не все жители нашей деревни Березняки знают, какой сюрприз и какой подарок их ждет 1 декабря. Я думаю, что они будут очень рады, вот, и наш зал никогда не будет пустовать. Татьяна Петровна, технический вопрос. Сколько у вас зрительных мест в зале? Зрительных мест у нас 450. 450? Да, зрительных мест. Могут приезжать к вам не только близлежащие, но и, собственно говоря, отовсюду. Отовсюду, да. Было желание купить билет. То есть где-то будет афиша, да, люди будут знать о том. Это и в соцсетях будут, да, на сайте нашем Дома культуры. И главное то, что сейчас вот мы уже перешли на электронную продажу билетов. Сейчас у нас можно приобрести билет не только придя вот в кассе, да, а сейчас уже, мне кажется, даже вот и больше через интернет. Вот мы проводили буквально в этом месяце молодежный квест такой для старшеклассников. И у нас все билеты скупили через интернет. Очень удобно. Вот настолько удобно, что, вы знаете, просто замечательно. Татьяна Петровна, такая форма работы, которая с 1 сентября стартовала в нашей стране, Пушкинская карта, пока еще вы не практикуете здесь у вас? Нет, мы пока нет. Но мы просто думаем, в каком формате мы можем принять участие вот в этой акции. Очень хочется, потому что это... Ну, здесь немножечко у нас как-то другие формы работы. Вот. Она, конечно, очень востребована вот и в музеях, и в концертах, в театре. Вот. У нас нет такого потока, значит, да, вот постоянно систематического, допустим, демонстрации там фильм, то есть спектакли. Вот. На фильмы это, насколько я поняла, не распространяется, вот эта Пушкинская карта. Вот. Поэтому, ну, посмотрим. Как-то все равно в любом случае жизни ставят перед нами новые задачи. Вот. И технология, вот интернет, они заставляют нас перестраивать свою работу, подстраиваться под это, учиться этому, вводить каких-то, искать специалистов, которые бы справлялись с этой работой. Вот. Потому что всегда мы занимались, учили детей петь, да, танцевать, проводить мероприятия. А сейчас мы должны освоить интернет, мы должны знать, как, значит, составить, зайти на какую-либо платформу. Но у нас есть опыт работы. У нас ведь вот онлайн-ДК, который мы уже вот второй год освоили и работаем вот в этом формате онлайн-ДК. Да. И справились. Я думаю, что со всеми вот такими новшествами, новыми технологиями, вот, мы разберемся. Конечно, справиться с вашей энтузиазмой, вашей заинтересованностью. Разберемся. А как вам удалось все-таки вот выиграть-то этот конкурс? Ну, мы же, понимаете, вот я заставляю себя и своих сотрудников, говорю, мы должны двигаться вперед. Вы не бойтесь. Вот есть сейчас, посмотрите, президентские фонды, фонды кино. Это вот смотришь, все, я сама там и заставляю сотрудников там, пожалуйста, посмотрели. Ага, вот принимают заявки. Мы на этот фонд кино, мы уже подавали лет где-то пять назад хотели, да. Но нас тогда не включили, потому что по численности населения мы не проходили. Вот. А сейчас видно, все-таки обратили внимание, что нельзя же вот совсем наши вот такие вот населенные пункты с таким количеством жителей, как две-три тысячи, нельзя же оставить без кино. Поэтому мы подали снова эту заявку. И вот видите, все-таки получилось, выиграли, приняли нас. Потом мы сейчас вот тоже активно работаем, подаем заявки на президентский вот этот фонд. И мы в прошлом году подавали вот два проекта на это. У нас вот пирожар птицы, и вот наш фестиваль мы подавали, но пока не получилось. Но сейчас мы опять будем принимать участие в этом, потому что на сегодняшний день это единственная вот возможность, да, как-то получить какие-то деньги и развиваться, двигаться дальше. Поэтому вот везде, везде, где можно, вот эти губернаторские вот эти премии. У нас же вот фестиваль тоже, это трижды получал премию губернатора за патриотическое воспитание, да. Вот эти тоже деньги нам помогли, и микрофоны купить, и звуковое оборудование прикупить, чтобы у нас фестиваль проходил на хорошем уровне. Поэтому, в общем-то, везде стараемся использовать вот любую возможность, вот, чтобы как-то вот получить какие-то деньги, дивиденды и прочее в развитии. Да, молодцы, это очень трудно. И такой вопрос, причем я-то вот как бы противница этого, но тем не менее сейчас уже, ну, что называется, формат, да, современной жизни приходит молодежь, дети, неважно кто, в кино, и у них должен быть поп-корн. Вот с этим что у вас? Ну, я вот тоже, в принципе, против этого. Я считаю, что, вот вы знаете, это совершенно не нужно и не обязательно. Мы вот когда ходим с внуком на фильмы, ходили вот, да, мы никогда поп-корн не покупаем. И не потому, что я не хочу. Вы идете туда за другом. Да, я иду смотреть фильм. И у меня даже вот внук, он говорит, я говорю, может, он говорит, нет, не надо, мы никогда это не берем, потому что я вообще просто не понимаю, как можно совместить культуру, вот, восприятие того, что на сцене, вот, с этим вот желанием постоянным, вот, с этим процессом. Я считаю, что это в корне неверно и ненужно. Вот, ну, это, наверное, чисто финансовая составляющая, да, мне кажется, это только вот это. Потому что, ну, а почему бы не продать, они вот эти по ведру возьмут, да, а это все равно, это доход. Это опять вот погоня за финансовыми какими-то вливаниями. Но, наверное, не на этом надо зарабатывать деньги. Я вообще против того, чтобы вот культурные, вот, учреждения культуры использовали для зарабатывания вот такие, вот, такими методами. Нельзя, нельзя совмещать одно с другим. Это настолько несовместимые такие направления, вот, и отвлекаться. Зачем? Ты переживаешь, там на экране идет какая-то трагедия, которой ты сопереживаешь, да, а тут рядом вот это вот шуршание, вот это вот, я вообще не понимаю. Другая культура, согласна. Да. Ну, это не наша культура. Это, это, это нам, это, это идет оттуда, да. Хорошо, еще такой момент. Вот, например, приезжают люди откуда-то, я не знаю, из округа, из других округов. Парковка предусмотрена, вот, где люди будут оставлять свой транспорт вообще? Ну, у нас, у нас предусмотрена парковка, да, мы вот, у нас вот территория Дома культуры, она огорожена, вы, наверное, обратили внимание, да, вот. И когда говорили, что это, зачем такую большую территорию, вы берете Татьяну Петровну, значит, да, вот, огораживаете, даже у нас вот жители говорят, вот, значит, были какие-то такие инциденты, вот. Вот, но мы уже заведомо, когда огораживали, мы планировали, что у нас здесь будет парковка, вот. Правда, она сейчас не оборудована, но так чисто только вот пока это, что нам тут помогли, навезли это, да, но в перспективе, конечно, парковку будем делать, а без нее нельзя, а как иначе? Ну, конечно. Да, поэтому нет-нет, мы этот вопрос предусмотрели, я думаю, что здесь у нас все будет нормально с этим. Прекрасно. И вот непосредственно 1 декабря будет какая-то программа по открытию, вы что-то готовите, либо вот как, в каком формате? Значит, мы над этой программой сейчас работаем, вот. Конечно, это будет открытие, потому что это будет торжественное открытие, я так думаю, что, и это же не рядовой случай, что в сельском доме культуры открывается вот такой замечательный кинозал. Поэтому программа будет интересная, и не только вот просто фильм, а мы уже продумываем вот этот сценарий, как мы все это сделаем. Я пока не буду раскрывать все эти карты, да, но я просто говорю, что будет интересно не только посмотреть фильм, но и узнать тут много интересного еще. Начало мероприятия уже известно? Пока нет. Пока нет. То есть дополнительно, да? Да, да, это время будет дополнительно, да. Все понятно. Хорошо, спасибо. Спасибо.